Все члены твои освящены ли страданиями? Конечно, ничего такого нет у тебя. Принимай же, по крайней мере, благодушные с любовью, встречаемые тобой малые прискорбности, и человеколюбись Господь по безмерной благости своей, спрославить тебя за то в паке бытия. Делай так ради схимы своей, ибо схима не что иное есть, как обет потерпеть крест и смерть Господа ради. Смотрите, в какое состояние возвело вас ваши единомыслия и единосердечия, и то, что вы понемногу нудили себя на всякое добро, и каких плодов не принесло вам это. Отсюда мир и тишина, отсюда искреннее друг другу доверие и единение неразрывное, отсюда печаль спасительная и исповедание благоприятное, от силы сокрушения глубокое и смирение с тем соразмерное, от силы братской любови, от целюбивое расположение. Во всем говоря апостольским словом, представьте себя чистыми быть в подобающих вещах. 2 Кор. 7.11 Благословен Господь, Который посетил и сотворил избавление людям Своим, ибо вы – люди Его и люди избранные, и Он возник рог спасения вам через новостижанное благо настроение ваше. В том для вас радость и веселье, честь и добрая слава, премудрость, разумность и ведение совершенное, чтобы иметь жизнь похвальную и чистую перед лицем Бога, о чем и некто из внешних, ибо их суждения иной раз приложимы к нашему быту, говорит. Того называю я мудрым, кто ведет незапятную и безукоризненную жизнь, хотя бы он не знал грамоти и не умел рассуждать о том, чем любят заниматься греки. Если и тем, у которых все дело в том только, чтобы говорить и слышать, так это кажется. Вам ли придумывать что-либо другое, кроме установленного святыми? Умудритесь же бояться и трепетать Господа Бога и соблюдать заповеди Его, и благодать явит вас избранными Его сосудами на всякое дело благое уготованными. Ибо где вселение Отца и Сына и Святого Духа ради чистоты душевной, там такого, какого нет добра, какой нет мудрости, такого горения Духа, какого вразумления, назидания и руководства. А где этого нет, там одни и холодные слова, одна показанность и себя выставление, а нередко прелесть и заблуждение, и всегда бесполезность. Внимайте чтение, и слово Писание да не испадает из вас долу, да не забудется. Удержите язык свой от зла, особенно же юнейший, не привыкший обуздывать этот язык, непостоянный, испомненный яда смертоносного, от которого мы в большом числе падаем всегда в грехи. Да не будет у вас лукавых соседаний, да не будет два из вас сдружающихся на одно, что лукавный по-иудейски. Да не будет у вас лжесловесия и укрывательства по-ананевски и сапфировски. Да не будет у вас скрытных замыслов и козни злых по-фарисейски и саддукейски. Да не будет у вас мое, твое, исполненное бесчисленных зол, как попьет святой златоуст. Древнее прошло, теперь все новое. Почему о древнем, о прежней жизни будем вспоминать сами в себе, только для того, чтобы избегать тех же страстей, а не за тем, чтобы возжигать друг в друге огонь помыслов? Надеюсь, что вы в лучшем состоянии держитесь спасения. Может быть, для того и впали мы в то, что было прежде, чтобы как от пучины и бури и от многих треволнений не устремиться в мирное наше тихое пристанище и не любить более пускаться в опасное средневом плавание, но неволненно безмолвствовать в смиренной пристани этой о Христе Иисусе Господе нашим. 76. Кто свято живет, у того всегда праздник. Тот никогда не перестает празднично проводить дни, будучи всегда просвещаем, очищаем, возводим горе, всегда богоносным и обоженным. Хотите ли быть таковыми? Будьте, прошу и молю вас, самодвижны, самоохотны, самовозбудительны на всякое добро и всякое угождение Богу, возводя очи своих созерцанию благ вечных, и для этого приемля, приемляйте, подъемля, подъемляйте, и перенося, переносите все встречаемое, скорби, тесноты, насилия, нужды, досаждения, злословия, труды, поты и все другое подобное, чтобы обрести, чего желаем, и улучшить то, для чего вышли из мира. О, как блаженно, отцы мои, жить право, целесообразно и уверенно! И сколь преподобно проводи дни в сокрушении, смирении и благоговеенстве, готовясь к исходу, к встретению страшного судьи всех Бога и ответу пред Ним. «Арсений, чего ради вышел ты из мира?» говорил обыкновенно этот преподобный в спасительное себе напоминание. «Ведая, да ведаем и мы, для чего вышли из мира, и к достижению того, да напрягаемся все усильно, украшая жизнь свою красотой и добродетелей, и готовя души свои в невесты, владыки Богу, через соблюдение благолепия пресветлого девства и сохранение себя чистыми, непорочными и неоскверненными. Ибо мы храмами Божиими именуемся, а кто храм Божий растлит, растлит того Бог», — говорит Писание. «Сего-то ради я плачу и рыдаю о некоторых, что, как они, неискусивши иметь Бога в разуме спасительном, то Он и предал их по стыдным страстям делать непотребство. Сижу же сказать, что и вы возгордились, вместо того, чтобы плакать, чтобы исхищен был из среды вас, садеявший это дело. От этого нападает небрежность, а далее и тожде страстье, ибо вы не отвращаетесь от него, как должно. Вы сходите с ним и сменетесь вместе, уподобляясь тому, о ком обличительно говорит пророк. «Если видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеями, сообщаешься. Не гневайтесь, впрочем, на меня за такое обличение, ибо горе мне, если я не стану обличать вас и стоять перед вами за праведное действование. Горе и вам, если не будете устраняться от художивущих». Ещё и ещё прибудьте благодушны, потерпите, помужайтесь, перенося находящие на пасти невидимые и видимые от демонов и людей. Кто не видит, как многоборительна жизнь ваша? Кто не засвидетельствует, как многоскорбен путь ваш? Отсюда каждодневно восстают на вас брани, оттуда поражают и мучительные беды, то столкновения с братьями, то по исполнению послушания неприятностей и непрестанные толчки, со всех сторон натиски, как по пучи неносимы бываем, переплывая это великое и многобедственное море мира, подняв паруса надежды, направляясь к небесам. Но молитесь, во-первых, чтобы ваш правчий божественные силы и отеческими молитвами всегда отверстыми имел очи своего ума. И видя, видел и бодрствуя, бодрствовал, как добре править кораблём вашим, и веруя направлять его к пристанищу жизни. Потом радуйтесь и веселитесь, что с такими трудами, переплывая море жизни этой, вы наследуете жизнь вечную. Ни за что не должно вы позволять себе колебаться, останавливаться или задержанными быть чем, но благодушно, живо, усиленно выступать, проходить и брать за всё, чем можно попрать древнего змея, дьявола, и исполнить заповеди Господни. И юн ты и в новоначале и состоишь. Восприими смирение и послушание, и держись их, чтобы по добром начале, мало-помалу востечь и к совершенству. Долго уже носишь схему. Дай признать себя таковым по превосходству добродетели, а не по летам. Говорю это я вам, потому что слышу, что у вас бывают пусто болтания и споры, смуты, раздражения и неистовства, брани, ругательства и раздоры, хотя и не у всех. Спрашиваю вас, братья, откуда это? От каких причин породилось это? Ни от чего другого думай, как от недостатка смирения. Молю же вас словами апостола. Не будьте дети умом, но на злову будьте младенцами. Не болтайте попосту без всякой пользы и желая поставить на своем, не реторствуйте и не боесловьте, износя то и то, и разные выставляя причины. Кто, опрошает пророк, есть человек, хотящий жизнь и любит дни благие? И сам же отвечает, удержи язык твой от зла и уставствуй от лукавых речей, уклонись от зла и сотвори благо, как взыщи мира и пожни его. От чего, видя дни благи безмятежную, проводил жизнь святой Дорофей? От чего тем же наслаждались дивный досифей, преснопамятный Акакий и весь таковой собор? Или, да не сочтена будет эта дерзость, от чего некоторые из нашего братства, из тепереща живых, и из приставшихся прожили здесь блаженно, без смятений, треволнений, тревог? Но от этого ли? Не от того ли, что всякий из них считал себя за ничто и готов был покоряться каждому и во всяком деле? Мне же, чтобы не сказать вам, тщеславие, своя воля и сластолюбие не дают ни жить покойно, ни мирствовать, ни в простоте и ни злобе проходить немногие дни века сего. Итак, кто тревожится и тяготится, себя пусть укоряет, а не ближнего. Кто хочет правошествовать и мирствовать, пусть не настаивает на своих желаниях и прекратятся печали, умолкнут споры, и звери дикие по его будут мирны с ним. Кроме того, ведайте и верьте, что за ношение, а одежды какой не хотим, за починенную обувь, за мантии нежеланной, за перемену послушания, за претерпение брани, за снесение клеветы, за то и это, из всех малых вещей, предлежит вам Царствие Небесное. Будем же подвязаться, сколько сил есть, будем подвязаться, угодить Господу. И блаженство служения свое так держит, совершает и исполняет, как бы Бог назирал его. Ныне время у нас болезненно, и многие из братьев заболели. Мужайся, больничник, пришло для тебя время делания, не упусти случая собрать побольше воздаяния за упокоение болящих, более золота и камней многоценных. Вы же, болящие, соберите плоды терпения, не требуйте больше того, что дается, чтобы вместе с плотью не заболеть и душою. И для чего вы еще так невежливы, что когда приходит врач, все бежите к нему, все спрашиваете, все показываете члены свои, называете болезни. Не стыдно вам перед мирским человеком? Пожалуй, в другой раз он совсем не придет сюда. Потому-то особенно я понуждаюсь заметить вам это и поправить вас. Зачем не соблюдаете вы порядка? Можете порядок, все сказать о себе, своей болезни, в случае же нужды, можете передать через больничника или его помощника. А это бесчиняя только зло. Не так, дети мои. И вперед, чтобы этого не было. Опять не берите также болезни в повод быть без дела и по выздоровлению не ходите туда и сюда попустую. И не воздержан не будьте, чтобы не заболеть опять, отягощая собой здоровых. Но и вы, здравствующие, Господа ради любви, ради братства, терпеливо послужите и понесите немощи немощных. 78. В нынешнее время страх наводит на нас арабы, которые нападают внезапно и не имущество только расхищает, но пленяет и людей, а которых не забирает, тех безжалостно истребляет, убивая мужей, жен, старых и малых. Но если осмотримся внимательно, то увидим, что и мы не менее страшным нападением и тиранством подвергаемся, только не от людей, а от демонов. Непрестанны они ведут с нами ожесточенную войну, не знающие ни покоя, ни определенного времени. Одного поражают стрелой греха, другого вяжут узами страстей и отводят в плен в мысленный Египет. У того каждый член душевной телесы наполняет ядом похотений греховных. У этого похищают семя спасительного Слова Божия и томят его голодом. И разнообразные делают эти хищники и тираны надругания над нами и истязания. Блажен между вами такой воин Христов, который вооружает духовным мечом веры, поражает, а не поражается, наносит удары, а не получает их, берет, а не отводится в плен. Но воодушевимся и все мы, подняв оружие воинствования нашего не плотские, а духовные, будем поборать борющих нас, держась в строю и помогая взаимно друг другу. Никто не оставайся без брони, которую по апостолу служит добрая вера. Никто не будь без щита, который есть смирение. Никто без меча, который есть божественная молитва. Никто без шлема, который есть послушание. Никто без душевного коня, который есть живая готовность на всякое доброе дело. Никто и без прочего вооружения, которым охраняется внутренний наш человек. Не допустим врагов наносить нам раны, поражать нас и повергать к ногам своим. Крепкий в браниях Господь, оружием креста, поразивший начало и власти миродержителя века сего, дал нам власть наступать на змеевых, скорпиона, на всю силу вражью. Смотрите же, не будьте продерзы, ибо те, которые опускаются в продерзость, бывают поражаемы, как копьем, и умирают. Смотрите, не действуйте по страстям, ибо действующие по страстям умирают вечной смертью. Также не вращайте в уме лукавых помыслов, ибо таковые попадают в плен. Не впадайте в прислушание, ибо прислушливые обнажают себя для стрел врага. Не гордитесь, потому что через гордость вы находитесь под мечом греха. Не ленитесь, и не оставляйте псалмопение рукодельного труда, потому что, делая так, предаете себя в руки дьявола. Особенно это бывает, если скрытно действуете худо, а вне являетесь иными некими, нежели каковы вы внутри. Про все такое говорит апостол. Берегитесь. Как опасно ходите, чтобы не были как немудрые, но будьте как мудрые, испытывая время, потому что дни лукавых. Поскольку мы уже устарели, то должны иметь и достаточную воинскую опытность. А научившийся воевать не боится врагов. Почему прошу и молю вас, честное воинство Господа, священный его народ, избранных его борцов, не будем робеть и поддаваться. Но если получили раны, исцелим их покаянием. Если заклоны, оживимся посредством слез и эпитемий. Если отведенный в мысленный Вавилон, освободимся через причащение честного тела Господа нашего Иисуса Христа. Если таким образом пребудем терпеливо в борении, то брань мало-помалу отстранится. Враги убежат, мир бесстрастия воссияет в нас. И мы наречемся сынами Божьими, ибо говорит блаженный миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся. 79 Время бежит, увлекая нас к концу настоящей жизни. Но кто есть разумеваясь ей и взыскуя, не и ждит времени в жизни равнодушной к делу спасения по коварству козней дьявольских. Кто шествует, внимая в себе, не поддаваясь беспечности, но в каждодневном приготовлении к смерти всякое дело свое духовное и телесное, представляя перед лицом Сидержителя Бога. Кто в земле ока души своей и горе в небеса и рассматривая красоты тамошних видений, всю любовь свою переносит к вожделению тамошнего, царя, паря вместе с горними силами и ни во что вменяя всякие тяжелые неприятности, но благодушно перенося и поношение и унижение и злострадание, алзьбу и жажду, холод и знои и вращаясь в среде братства как камень честное по написанному. Из вас, впрочем, я вижу не одного или двух, но многих, которые с искренней верой и рвением ищут достодолжного и при том внимательны к внушениям, послушны, сносливы, откровенны, доверчивы и верны, несмотря на то, что не получили научного образования и не восполняли этого ущерба ни многочтением, ни размышлением, ни заучиванием, ни на память, а одно же только имеют, что наиболее требуется. И чем уподобляют они себя Христу именно смирение и кротость, внимая Слову Господа, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Призвите же вниманием вашим на свет и истину, на правоту и кротость, смирение и благость. Удерживайте себя, прошу вас, от всякого раздражения и негодования. Сыны человеческие, взывает святой Давид, доколе тяжкосердие, для чего любите суету и ищите лжи, доколе поносит враг и раздражает противный. Простите мне, стыжусь ангелов святых, потому что они видят, что у нас, как хранители наши. Стыжусь святых и преподобных отцов, которых образ жизни мы взяли на себя и жизнь которых проводим. Будем же, братья, преподобные совершать преподобно и святой исполнять свято. Не будьте, прошу вас, жестокосерны, непокорливы и противоречивы, не будьте грубы в словах и гневливы и велеречивы, не будьте насмешниками, клеветниками и поносителями, не будьте многоречивы, смехотворны и дерзостны, будьте боголюбивы, а не блудолюбивы, молчаливы, а не праздновлюбивы, довольны будьте бедным одеянием и не любите щеголять, долу очи, горе же ум имейте, осматривайтесь кругом, чтоб как-нибудь не уранила вас стрела греха по небрежности вашей, что же из этого потом? Вместо трудов покою готовиться, вместо подвигов венцы, вместо поношений чести, слава, вместо уничижений благохваления, вместо пронзения радостные приветствия, вместо радства власть над десяти городами, вместо лишения родителей и родных наследия Господа нашего Иисуса Христа, за стечение своей воли с первомучеником Стефаном во дворение, и то временно текучее, как тень приходящая, а это вечно, бессмертно и конца не имеющая. Если желаете улучшить Царствие Небесное, если желаете вкусить жизни вечной, если желаете получить сыновление, если желаете быть обитателями рая, если желаете в лоне Авраама упокоиться, если желаете допущено быть в нерукотворенный невестник или другое что подобное получить, все это возможно для вас доступно, подручно и готово, но если желаете противоположное этому части огня нескончаемого, червя неусыпающего, пламя гиенского, скрежета, части козлищ, участи проклятых и это все встретите, чего однако да не будет с вами, но не 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 будет, если не будем жить хорошо, если не стяжем благо настроение, не установимся в своем чине, кто таков, тот стяживает и душу свою, стяживает и братья своих, и меня бедного, добрый действующий, богочестно шествующий, честен перед лицем Господа, честно слово его и лицо его, блажен он и блажен оставит по себе память, какую пользу приносит жестокосердному жестокосердие, непокорливому непокорливость, непослушливому непослушание, гордому гордость, не сокровиществует ли он себе гнева в день гнева и откровения праведного суда Божия, и не уподобляется ли дело его дровам сену и трости и не исполнится ли на нем, дело которого сгорит, потерпит урон, сам же спасется как бы из огня, то есть в будущем веке он будет телесно адским огнем жигом, душой же будет терзаться и раздираться сердцем безмерно и бесконечно, взирая на славу святых вожделеваяся и лишенным себя той виде на вечные веки, да не постигнет кого-либо из вас такая часть и такое состояние, почему пока мы еще здесь будем ощущать себя огнем страха Божия, чтобы не испытать будущего пламени? 80. Смотрите, как вы возрастаете, как возвышаетесь, как совершенствуетесь, какие плоды приносите Богу и нам, и как благоустроясь в добром жительстве вашем послушанием стяжеваете души ваших, во смирении своем вы возвысили рог жития вашего, в послушании вашем показали свидетельство совести вашей, что без лукавства и лицемерия проходите послушание, и всегда пребудьте таковыми, когда назначаются например один на одну, другой на другую потребу, да совершается это прошу не пристрастно, не враждебно, не небрежно, но как перед лицем Бога Всевидящего, один пусть дает назначение, а другой приемнет благорассудно, добросовестно и достохвально, чтобы услышать в день тот «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господа твоего». Такого гласа простите мне, недостойны те, которые небогобоязненно, пристрастно или выдают потребное братьям одежду, обувь или раздают послушание, но вот какого проклят всякий творящий дело Божие с небрежением. Иеремия 48, 10 Ибо отсюда сколько порождается зла. С одной стороны раболепство, с другой ропоты расстройства мирных отношений. Говорю это не с тем, чтобы получающие восставали на раздающих, но чтобы вы, раздаятели в страхе Божьем и по любви братской, наилучшим образом действовали в порученной вам части управления. Если будете так действовать, то благоустроение, мир и тишина более и более будут крепнуть и укореняться в достолюбезном братстве нашим. Прошу и молю вас, исполните сердца ваших всякого рода благими начинаниями, предайте себя взаимной друг к другу любви, радуйтесь о преуспеянии друг друга и скорбите о преткновении ближнего. Каков перстный, таковы перстный, каков небесный, таковы небесный, говорит апостол. Боже небесный, любит милости несут, и милости его полна вся земля, поет святой Давид. Будем подражать ему и мы, и ныне это совершим, завтра же простремся к другому чему, причем ни от неуспешности не будем малодушевствовать, ни успехом тщеславиться. Но за последнее возблагодарим Господа, ибо это есть не хотящего, не текущего, но милующего Бога. При первом же потерпим и будет нам, ибо Господь уверяет, что всякий ищущий находит и стучащему открывается. Таким образом, день бега состязания, но духовного, обогащения время, но благами вечными. Блажен текущий, треблажен терпящий, всеблажен огнем вожделения Бога и любовью к нему возжигающий в себе каждодневно. 81. Пусть мечи на меня оттачивают, пусть раны полагают, пусть изгоняют, пусть смертью угрожают, не боюсь я этого столько, сколько боюсь поднимающегося в смиренной душе моей дьявольского нападения, когда царствующий в теле моем грех, как воинство, какое вооруженное, высылает против добродетелей множество неистовых страстей. Тогда страшна мне стрела сласти греховной, которая не плоть, а сердце уязвляет. Тогда страшна мне кровь, которая не на землю изливается, а на душу от невидимого меча. Вот чего я боюсь, и вот перед чем трепещу. Будем же внимать себе, братья мои, и смотреть, как бы не вторгся в град души нашей, какой-либо наветник или помысл гордый, или сласть греха, хищница, или непослушание возмутительное, или самочиние губительное, или ожистение нераскаянное, или упорство несклонимое, или самооправдание неубедимое, или другое, что могуще возмутить душу. Но как окопами какими оградим себя божественными заповедями, и будем всегда целы и безопасны. Если же случится, когда к какому-либо такому хищнику войти, то как только заметим его, поскорее схватим его, свяжем и отбросим подальше куда-нибудь от себя. Вооружимся наиболее против страстей, восприяв недоступность сердца и крепость духа, чтобы, когда будем боремы, не падать, но отражать и далеко отбрасывать восстающих на нас невидимых врагов. Ныне такой демон борет, завтра нападет другой, а там еще иное какое, блуда, например, чегоугодие, высокоумие, гордости, продерзости, самочиние и других бесчисленных страстей. Против всех должны мы выступать, со всеми воевать и всех поражать именем Господа нашего Иисуса Христа, имеющего украсить нас венцом победы в день воздаяния. Блажен, братья, слышащие это, разумеющие, соблюдающие прибавли и нудящие себя каждодневно к мысленной брани. Ибо нужно есть дело спасения, и Царство Небесное только нудящие себя восхищают. Почему не должно вам дивиться, когда случится вам быть в искушении? Потому что оно бывает с вами для испытания вас и обучения брани. Не малодушествуйте, когда вразумляют, обличают, налагают эпитемию, если нужно, отлучают, но благодушны будьте, бодренны, и с большим рвением беритесь за дело, ибо в этом ваше спасение, в этом преуспеяние, в этом мученичество, за это венцы. 82 Внушал я вам внимать себе против наветов вражеских, ныне укажу на худой плод невнимание себе, бедный брат Аллахум убежал от нас, конечно, это потому, что не внимал себе и не имел мысленного охранения себя, неверные Богу и благочестные помыслы, могшие воевать за него, держал он, но прельстительные, Бога и правды его закрывающие от души, почему и пострадал, что пострадал. Сам себя отлучил из среды нас и пошел вслед дьявола, и где он теперь блуждает, как овца зверохищенная, без руководства и пасения, как может он теперь воспевать хвалу Богу, от которого отпал нарушением своих обетов, как может он петь блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, вступив на такой путь, или как может он говорить, вот покой мой вовеки, здесь селюсь, ибо изволих это, Псалом поведей твоих 118-21 проклят он и есть и будет, если Господь Бог молитвами отца моего и вашего с содействием и ваших не приведет его к обращению. Но зачем так бывает с нами? Зачем сатана находит нас подручными себе и похищает? Зачем позволяем мы себе быть непригвожденными страхом Божиим и необолченными в броня любви ко Христу Бога нашему? Зачем попускаем мы быть преодоленными своими похотями и оказываться таким образом холодными прелюбодечащими и